Верховный Совет 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 Пропорции и проблемы российской экономики можно очень долго. Главным здесь остается другое. Народ в целом живет довольно плохо. И, к сожалению, лучше эта жизнь не становится. Пропорции и проблемы российской экономики. Может быть, предприниматели и рады были бы увеличить продолжительность рабочего дня, но тогда народ действительно просто может сбунтоваться. Вместо этого увеличили количество лет, которые рабочий человек должен пахать до пенсии. И при этом ведь возросло давление на рынок труда. И теперь старшего возраста люди должны всеми правдами и неправдами держаться за свои рабочие места, а молодежь еще сильнее конкурировать за право получить работу. Тем самым будут снижаться требования и по зарплате, и по условиям труда. Налицо повышение эксплуатации трудящихся. Разве это государственный подход? И вообще из этого просматривается какая-то, на мой взгляд, очень порочная логика действующей власти. Получается, что пересматривать возраст выхода на пенсию можно, это пожалуйста. А вот пересматривать, например, те же самые итоги приватизации? Нет, ни в коем случае нельзя. Это святое, неприкосновенно. Священная корова частной собственности. Более того, ведь как в 90-е залезали по любому поводу простому человеку в карман, ну так эта же политика продолжается до сих пор. Повышение НДС, повышение тарифов ЖКХ дважды в год, цены на бензин, та же самая пенсионная реформа опять. Ну, доколе это будет продолжаться? Ведь ничего из этого не было в предвыборной программе Владимира Путина, когда он баллотировался в президенты. И тем не менее, к сожалению, подпись президента стоит под законопроектом повышения пенсионного возраста на 5 лет. Более того, авторитет первого лица был брошен на оправдание этой реформы, и из-за этим последовала эрозия, размывание, таяние рейтинга президента. Видимо, сам того не осознавая, правящий класс начал подрывать одну из последних основ своего могущества – наивную веру народа в доброго царя и плохих бояр. Ведь если раньше значительной части нашего населения действительно казалось, что президент – непогрешимая фигура, а вот окружение его, да, это какие-то либералы, вот они его обманывают, не докладывают, и президент просто не знает всей картины. Но теперь-то для многих стало очевидно, что президент в курсе происходящего, президент согласен с либеральными подходами правительства, и его все устраивает. И я вам могу сказать, что вот Компартия проводила множество акций протеста в связи с пенсионной реформой. В Москве вообще это были митинги, которые собирали десятки тысяч человек. И на последней акции 22 сентября на проспекте Сахарова народ был действительно злее и более радикально настроен именно к действующему президенту, потому что чувствует народ себя обманутым и брошенным на произвол судьбы. Вот вся эта политика – это, к сожалению, лишь новый этап того ширкомасштабного наступления на права трудящихся, которое началось именно в 90-е годы. И то, что нынешние правители продолжают отдавать почести и возлагать цветы к этому позорному капищу, к Ельцин-центру, ни в коей мере не делает им чести. Посмотрите на наших восточных соседей на Красной Китае. Там уважают свою историю, планируют на десятилетия вперед и добиваются прекрасных результатов. Мы могли бы позаимствовать положительные примеры, потому что наш собственный на таком фоне выглядит очень слабо. Коллеги, вопрос стоит просто. Либо сейчас будет проявлена политическая воля для того, чтобы отодвинуть олигархию от рычагов управления и повернуть страну к социально ориентированному курсу, либо произойдет взрыв и встанет вопрос о смене власти. У Компартии есть позитивный опыт преодоления проблем и 1998 года, и мировой опыт. Я уверен, что мы можем его использовать и еще пока не поздно оттащить страну от края пропасти без великих потрясений. Наш с вами собственный исторический опыт наглядно показывает, что к коммунистам все-таки лучше прислушиваться до революции, а не после. Спасибо за внимание.